Сидеть и ходить пятилетнему Рузалю противопоказано. Постельный режим продлится еще месяц. А в корсете мальчик будет ходить полгода. Его позвоночник сломан в трех местах. Он весь посинел, закатил глаза. Мы остановились, рядом стояла мама с коляской. Я начала спрашивать ее. Вернее, не спрашивать, а мы все вслух были. Я говорю, скорую вызывать, что делать? Думаю, ладно, скорую вызывают. Она говорит, нет, подождите. Я говорю, а если перелом? Скорую ждать не стали, поехали сами. Травму Рузаль получил в детском саду. Прямо на глазах у мамы, которая в тот день забирала его домой. На крыльце у выхода из детского сада мальчик потерял равновесие и упал почти с полутора метровой высоты. Причем ухватиться ребенку было не за что. Перел у крыльца нет. А у вас есть разрешение в министерстве образования? В детском саду от комментариев отказываются. Между тем, с проверкой в детское дошкольное заведение собирается комиссия Роспотребнадзора. Ведь родители пострадавшего мальчика обратились в ведомство с жалобой. В ходе подготовки репортажа выяснилось, что в санитарных правилах не прописано, должны быть перила на крыльце в детском саду или нет. Это на усмотрение администрации учреждения. Закон обязывает оснастить крыльцо перилами лишь в том случае, если детский сад посещают дети-инвалиды. Чтобы подобных случаев в садике больше не было, родители пятилетнего Рузаля намерены добиваться установки перил через суд. Хотелось бы, чтобы все-таки поставили эти ограждения, потому что у меня трое детей. Случай произошел со старшим ребенком, у меня продолжает посещать второй ребенок. В этот же садик у меня пойдет еще и дочка. Я не хочу, чтобы с ними, да и с другими детьми вообще произошло что-то подобное.